Йо, ну чё, докладываю. Только что съел миндальный круассан. Нормально. Не самый суперский, но ничего. Хожу, короче, на тайский бокс. Даже пару раз ловил себя на мысли, что реально прям жду вечера. Хожу понедельник, среда, пятница. И прям сижу, думаю, блин, блин, вот вечером, 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 вечером пойду. Доучили мы вроде все вот эти базовые движения за первые три занятия. Нравится, что в каждый день происходят абсолютно разные активности. Пока мало чего повторялось вообще. Боксировал с инструктором, ну, типа не в силу, а как бы медленные такие удары. Но все равно мне это очень непривычно. Пытаюсь как-то почувствовать какой-то вайб, какую-то волну этого бокса. В понедельник нам устроили какой-то трэш по растягиванию мышц ног. Я вчера реально имел трудности с тем, чтобы присесть, чтобы положить коту еды. То есть мне довольно сложно приседать. Сейчас попробуем, вроде никто не видит. А, вот, походу заработало. Короче говоря, не зря через день занятия проводятся. То есть вечером этого дня ты такой на позитиве, типа да-да, вот я круто позанимался. Наутро у тебя начинают возникать какие-то мысли, что что-то вроде новые какие-то мышцы, оказывается, есть в теле, и что-то они побаливают. А к вечеру начинаешь ощущать, что у тебя что-то не работает. На следующий день, вот в день следующего занятия, ты вроде как восстанавливаешься и опять готов заниматься. Перчи, короче, купил Эверлест. Мне показалось, что этот бренд, типа, круче, чем Демикс, или как они там называются, и Декатлон. Вот, нормальные, удобные. Взял десятки, потому что в двенадцатых, ну, не заметил какой-то большой разницы. А десятые, они вроде покомпактнее, то есть руки как-то более нормально смотрятся, а не как у клоуна в цирке. Вот эти пэды на ноги, ну, они, наверное, как по-другому называются. Совершенно точно по-другому называются, я просто не знаю как. Взял, короче, дешевый за косарь. У них отзывы были намного лучше, чем у более дорогих. За две, там, что-то три тысячи, которые люди пишут, разваливаются после одной тренировки. И в понедельник был как раз момент, когда было время просто от души подубасить грушу, чем я и занимался. Там, руки, ноги, сначала подходишь, такой думаешь, интересно, что бы, типа, сделать. А потом, ну, вроде как, хоп, один удар, другой удар, и вроде как начинаешь как-то двигаться. Короче, вот эти штуки на ноги, они не деформируются, вроде все в порядке с ними. По состоянию, настроение, ну, периодически хорошее, периодически не очень. Я тут себя чувствовал, ну, немного таким, ну, не заболевающим, а как-то было не по себе. Может, это из-за того, что погода такая странная. Вот сейчас кофеек пью, нормально, а если просто походить, то адски холодно. Хотя, вроде как, всего минус два или типа того. Вижу, что вроде я начинаю больше как-то ходить прямо. Руки вроде немного увеличиваются, может, мне это кажется. Сиськи вроде не висят, а уже так, типа, подтягиваются чуть-чуть. То есть, ну, как раз вот эта проблема, которая у меня есть. Вы наверняка в видосах видели, что я сижу в майке, а у меня сиськи такие, типа, висят. Блин, ну, извините. Вот такая особенность, наверное, не знаю. Стараюсь, ну, сейчас параллельно читаю книгу про питание. Ну, вот, стараюсь есть как-то цельные продукты. Короче, не переработанные, а типа целиковые. То есть, ну, там, филе, допустим, индейки, да, там, ананас вот купил, сточил сегодня. С утра половину ананаса. И вот сейчас время обеда я съел две булочки и кофе. Булочки, это, конечно, неправильно, но вроде в день тренировок. В день, день, день. Вроде в день тренировок можно. И важно же не ограничивать себя, не чувствовать себя вечно униженным и оскорбленным. Поэтому выйти погулять часок, выпить кофе и съесть булочку, это скорее, наверное, плюс, чем минус для общего какого-то состояния организма. А если ты доволен и весел, то у тебя и спортивные успехи лучше. Ну, вот, вечерочком пойду на тренировку. Совсем забыл вам сообщить очень важную новость. Я налегаю на салат и жру, короче, рукколу с огурцом, помидором. Пару дней точил кривитосы в этом салатике. Надеюсь, что какая-нибудь еда окажется и вкусной, и одновременно полезной. Я буду выглядеть как такой серфер. Ну, в общем, хочется как-то улучшить внешний вид, потому что что-то как-то живот немного отрос. Ручки маленькие, да, все движешь, скрючившись за ноутбуком. Хочется как-то больше движения. Ну, вот, в акциях сейчас тоже проблема какая-то непонятная. Говорят, и русский рынок на 20% упал, и в Америках тоже не фонтан. То есть я последние несколько дней ничего не зарабатывал, у меня серьезный минус. Немного грустно от этого. Помните, мы же с вами часы хотим купить. Вообще даже близко нет никакого сверхдохода, чтобы можно было позволить себе какую-то покупку. А сейчас еще Новый год скоро. Надо как-то пережить Новый год.